Всем привет! 13 ноября в столице пройдет первый сольный концерт АТИ, которая, кстати, является единственной представительницей слабого пола в грозной банде Газ Голдер. А вот какими еще событиями запомнится этот день для Ньюсбокс, узнаем прямо сейчас. На что Корнелия Манго променяла пение и за кем следит Татьяна Котова, а также рубрика «Стоп снято», с какими инопланетянами вошла в контакт Алина Артс и почему лучше всегда говорить «Да». Самое интересное об этом и не только узнаете через несколько секунд в новом выпуске Ньюсбокс. Если у вас нет Инстаграма, то вы не в тренде. На днях самая продвинутая молодежь собралась на закрытие ежегодной выставки Инста-Арт. Чем шокировала публика у Корнелия Манго и какие секретные фото хранятся в телефоне у певицы Акулы, смотрите в нашем первом сюжете на сегодня. Ради популярности в интернете звезды готовы на многое. Недавно в Москве прошла выставка Инста-Арт. Любители модного приложения собрались там, чтобы оценить лучшие снимки года. Ну а звездные гости развлекали гостей своим творчеством и рассказывали секреты про свой Инстаграм. Ну, для меня, наверное, в первую очередь это творчество, но я без этого тоже могу. То есть я реально уезжала за город, специально выключала его и не пользовалась Инстаграм. Андрей совсем недавно завел Инстаграм и он говорил, ребята, ну вот это вот селфи, селфи это не то. Я буду делать изысканные фотографии. Ну что вы думаете, третья фотография у тебя была селфи? Группа герои пока что не придают большого значения всеобщей зависимости и за другими редко подглядывают. Вот и Татьяна Котова тоже пользуется Инстаграмом только ради полезной информации. А певица-акула вообще не смотрит за другими. Ее дело себя показать и фанатов порадовать. Мне очень нравятся сообщества, спортивные сообщества. Они всегда приходят к себе внимание. Красивые фигуры, красивая, даже красивая еда есть. Очень люблю Инстаграм, каждый день его просматриваю. Стараюсь каждый день что-то выкладывать из того, что происходит вокруг. Сейчас сделаю фотографию, пока мы начнёмся. Все. По примеру Акулы команда Russian Music Box тоже решила не выбиваться из рядов активных Инстаграмщиков. Ведь, как говорят продвинутые юзеры, пришел в новое место, сделай обязательные селфи и зачекинься. Раз, два, три. Russian Music Box! После всех возможных селфи и лайков на фото, Корнелия Манго таки решила выложить горячее видео в Инстаграм. Уж очень захотелось певице удивить фанатов и собрать рекордное количество лайков. Такое видео в Инстаграме разорвет мозг фанатов. Переблюнуть в Корнелию Манго в битбоксе дело непростое, но, как говорится, кто не рискует, тот не получает лайков. Специально для фолловеров Russian Music Box. Три, два, один, поехали! Немало фотографий в Инстаграм будет сделано и на второй реальной премии Music Box, который состоится 19 ноября 2014 года в Государственном Кремлевском дворце. И вы просто обязаны там быть, ведь звезды ждут именно вас. Дорогие друзья, я хочу вас всех пригласить 19 ноября, чтобы вы пришли на вторую реальную премию Music Box. Она будет проходить в грандиозном месте в Кремле. Мы вас будем ждать. Кто-то готовится к 19 ноября, а кто-то еще и клипы новую успевает снимать. Алина Артс стала предводительницей своей собственной планеты. Космические пришельцы оказались рады такой королеве. И пока она изучала местные законы гравитации, ребята из группы интонации воспарили над Землей. Подробнее об этом смотрите в нашей традиционной рубрике «Стоп! Снято!». Марс атакует. Совсем скоро зрители Russian Music Box смогут увидеть нашествие настоящих инопланетян. К счастью, вполне себе мирных. Предводительницей инопланетных созданий стала очаровательная Алина Артс. Специально для съемок своего нового клипа она полетела на свою собственную планету. Моя планета, вселенная Алина Артс. В воздухе концентрация молекул какого-то безграничного позитива, доверия людям и, самое главное, веры в чудеса. А чудеса действительно случаются. Ведь в съемках клипа певицы также принял участие настоящий космонавт. Это космонавт, который наконец-то долетел на мою планету. Но не только Алина Артс в компании с космонавтом познала все законы гравитации. Ребята из группы «Интонация» тоже научились преодолевать силу земного притяжения. Произошло все это на съемках клипа на песню «Ес». За это время музыканты и на плайджетах покатались, и в аэротрубе полетать успели. Ну да, я в таких условиях припев круто спою. Мне сказали, что я так пробуду месяц. Но экстремальные съемки того стоили. Ведь песня «Ес» так и подталкивает слушателей всегда говорить «да». Да драйву, да веселью и да реальной музыке. Вот и Алина Артс, похоже, идет по жизни именно с таким же девизом. А как именно она воплощает его в жизнь, все смогут увидеть вживую уже на следующей неделе во время второй реальной премии «Мьюзикбокс». Вот и все. Чаще заглядывайте в наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбуке, а также подписывайтесь на Инстаграм, телеканал Russian Music Box. С вами была Устина во всем мир. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!